В зале главные врачи центральных районных больниц, крупных краевых центров, поликлиник, заместители глав районов по соцвопросам. Единственное достижение отрасли Кубани в этом году – снижение младенческой смертности, в то время как показатель общей смертности вырос. На вершине антирейтинга – Славинский, Щербиновский, Павловский, Приморско-Ахтарский, Тихорецкий и Брюховецкий районы. Здесь обыль населения почти в два с половиной раза. В Тихорецком районе построено три офиса врача общей практики, модульный ФАП, закуплено пять автомобилей скорой помощи и высокотехнологичное оборудование. Скачок смертности в Успенском районе здесь тоже самое, коллеги, был построен ВОП, закуплена лапароскопическая стойка, аппараты ВЛ, УЗИ, цифровой флюорограф. Туда тоже выезжали краевые специалисты, совместно с которыми район смог снизить смертность. И у нас получается интересная история, при которой, когда специалисты работают в районе, выезжают, там все стабильно. Как только специалисты выезжают из района, там начинается резкое ухудшение ситуации. Но выводы сделайте сами, коллеги. Отдельно на совещании остановились на смертности в трудоспособном возрасте. За четыре месяца этого года она составила 19% от числа всех умерших. Здесь самый большой показатель в Новороссийске, Старощербиновском, Обширонском, Щербиновском и Белореченском районах. Основная причина – недостаточное обследование и невыявление болезни на ранних стадиях. И здесь уже речь о диспансеризации населения. Сегодня все, кто старше 40, могут пройти обследование ежегодно, а не раз в три года, как было раньше. Кроме того, расширился перечень обследований, добавилась гастроскопия и онкологические скрининги. Сами поликлиники перешли на шестидневную рабочую неделю. А это значит, что пройти диспансеризацию можно и в субботу. Несмотря на то, что такое плановое обследование проводится в Крае уже седьмой год, качество осмотров в некоторых районах остается низким. Акцентирует внимание министр здравоохранения Евгений Филиппов. В антирейтинге Усть-Лобинские и Темрюкские районы. Необходимо усилить контроль за качеством профосмотров и диспансеризации. Мы возвращаемся опять к тому, как работает первичное звено. На коллегии выступили главврачи всех районов, где отмечены самые высокие показатели смертности. Анна Менькова отметила, формальный подход в системе здравоохранения недопустим. Главврачи больниц, где показатели будут систематически расти, получат дисциплинарные взыскания. Ведь речь идет не о цифрах на бумаге, а о жизнях кубанцев. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.